Родительские чаты и блогеры в инстаграме – основные источники появления уже новостей. Все началось с того, что в соцсетях призывали не есть бананы и отказываться от посылок из Китая. Со временем дезинформаторы стали куда находчивей. Ночью будут распылять антисептик прямо с вертолетов. Настоятельно рекомендуем закрывать окна. Такая фейковая новость появилась в интернете еще в субботу и быстро распространилась по соцсетям. Но действительно к этой новости отнеслись скептически. То, что должны вот эти самолеты, вертолеты летать, ну это смешно просто. Не поверила, естественно. А когда вот есть решение облсовета, есть подпись, есть печать, тогда ты уже веришь. И так нет. Мы умеем фильтровать информацию, что есть правда, что есть неправда. Так как я работаю в сфере медицине, я это слышала. И очень многие у нас уже испугались, это услышали, начали рассказывать друг другу, на что я им сказала, не паниковать. В сообщении было указано, что департамент образования поручил воспитателям детских садов распространить эту информацию. Директору департамента образования Елене Буневич пришлось опровергать новости о вертолетах. А в понедельник придумали более креативный фейк. Ночью со спутника должны были измерять температуру с помощью лазера. Теперь уже людей просили подойти к открытому окну и встать в лбом по направлению к звездам. На следующий день родителям массово приходили сообщения о том, что их детей не должно быть на улице. Якобы город будут патрулировать полицейские, а нарушителям светит или штраф в размере 1700 гривен, или до пяти лет лишения свободы. На фейк быстро отреагировал департамент киберполиции и дал опровержение. А следующий фейк породил не панику, а радость у некоторых горожан. В соцсетях также недавно появилось видео, где молодой пациент инфекционной больницы, показывая тест, заявил, что у него коронавирус. Это инфекционная больница. Вот мой тест на коронавирус. Уже создали их. На самом деле у парня только подозревали болезнь. По состоянию на 20 марта в Одессе не было подтверждено случая в COVID-19. А информацию о шутнике передали правоохранительные органы. Еще один жестокий франк сняли возле Одесской чумной горы. В одном из новостных телеграм-каналов появилось видео, как два человека в костюмах химзащиты несут черный пакет якобы с телом. Где-то я видела, что возле чумки два человека в форме, несли там пакет, что-то такое. Зачем лишнее дезинформацию распространять? В Одессе ходил еще один слух. Дезинформаторы утверждали, что следует звонить по номеру оперативного штаба Одессы по коронавирусу, если вам продали маски дороже, чем за 2 гривны 50 копеек. Его опроверг заммэра Павел Вугельман. Он сказал, что не получится по телефону пожаловаться на аптеку, завышающую цены на медицинские маски. Выяснилось, что указанный номер является телефоном оперативного штаба Одессы по коронавирусу, который, по словам Вугельмана, не имеет отношения к ценообразованию товаров. Во время эпидемии активизируются мошенники. В Фейсбуке постоянно якобы ищут деньги то на защитные костюмы, то на маски, то на дезинфицирующие средства для медиков. Не ведитесь пока, никуда ничего не пересылайте, никакие номера карточек не берите. И если медикам реально нужно будет это, будет главный какой-то координатор, на какую карточку в той больнице тому или иному врачу можно будет давать. Это только после проверки. Еще украинцев уверяют, что церковные колокола обеззараживают воздух, коронавирус не опасен для курильщиков, а высокая температура способна убивать COVID-19. Такой информации из непроверенных источников доверять не следует. Актуальные и относительно правдивые новости по коронавирусу есть на официальных страницах Минздрава и других официальных ведомств.